Хотел сорвать куш, но попал в разработку оперативников. В Минском районе задержан сбытчик психотропа. Спецоперация проходила в квартире, которую дилер арендовал для незаконного бизнеса. В жилище было обнаружено более полукилограмма альфа-ПВП, а также оборудование для фасовки порошка. Отмечу, за день до задержания молодой человек успел спрятать в лесу под Минском десятки свертков с дурманом. Эти действия уже проходили под контролем правоохранителей. Но с поличным молодого человека решили тогда не брать. По какому плану сработали бойцы наркоконтроля, узнала Елизавета Локотко. Спецоперацию по задержанию проводили бойцы наркоконтроля при силовой поддержке СОБРа. Эту квартиру в поселке Лесковка Минского района 23-летний инженер-физик арендовал исключительно для дела. В жилище парень не только хранил порошок, но и фасовал на дозы. Когда оперативники наведались в гости к дилеру, тот уже понял причину визита. Без лишних отговорок молодой человек показал место, где была спрятана партия психотропа. В сейфе бойцы наркоконтроля обнаружили более полукилограмма альфа-ПВП. Не стал задержанно скрывать и остальные нюансы своей деятельности. На должность закладчика психотропа он устроился чуть менее месяца назад. Что примечательно, на работодателя мужчина вышел целенаправленно. Совсем недавно молодой человек взял в кредит авто и планировал погасить долг как можно скорее. Но за время так называемой подработки доход составил всего 1000 долларов. Вскоре после того, как ему было предложено сначала мелкие партии, организаторы ему достаточно быстро стали предлагать уже более крупные веса психотропов. Последнюю закладку он осуществлял вблизи поселка Копище. Как обычно это происходит, выбиралась лесопарковая зона. Происходила она в понедельник и она уже происходила полностью под оперативным контролем сотрудников подразделения милиции. Тогда с задержанием курьера правоохранители решили не торопиться. Ведь у них была оперативная информация, что дилер вот-вот должен получить очередную партию товара. А значит из оборота можно изъять еще больше отравы. К слову, все закладки оперативники также ликвидировали. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков». Но открытым остается вопрос, где тот самый работодатель. Ведь не вся наркоцепочка ликвидирована.